Партнер программы – Торговый дом Верхнеудинск. Стиль и практичность, динамика и качество в новых летних коллекциях «Апанаж» и «Штальман». Мода прямиком из Германии до 58-го размера в Торговом доме Верхнеудинск. Начинаем новый сезон! За всю историю Верхнеудинска на его долю выпало немало испытаний. Это и пожар 1878 года, когда выгорело полгорода, и наводнение, и, конечно же, землетрясение. Ни для кого не секрет, что подземные толчки на Бурятской земле продолжаются с удивительной периодичностью до 10 раз в день. Просто мы их не ощущаем. Но были и такие, которые прочно вошли в историю. В летописи природных катастроф самое страшное землетрясение случилось в Цаганской степи. Селенгинский или Байкальский провал, его называют по-разному. Это землетрясение длилось почти полтора года с небольшими переживами. Все началось 31 декабря 1862 года. На Забайкалье обрушилось самое катастрофическое землетрясение силой 9 баллов. Часть дельты Селенги, прилегающей равнины Цаганской степи, площадью 260 километров, ушли под землю. После первых толчков из колодцев начала выливаться вода. Но самое страшное случилось ночью, перед рассветом. Раздался странный гул. Земля начала уходить из-под ног. В почве образовались огромные трещины. 310 домов и столько же юр ушли под воду, образовавшаяся на их месте залива. Колебания земли чувствовались за 600 километров от эпицентра. В Кударинском храме обрушился купол. В Иркутске и Селенгинске во время землетрясения церковные колокола звонили сами собой. Подземные толчки продолжались почти 16 месяцев. До Верхнеудинска ударная волна дошла в мае 1863 года. В деревянных домах упали печные трубы, на стенах появились трещины, разбились стекла. Девятибальные землетрясения случались и позже, уже в годы советской власти в 1950 и 1959 годах. Но, как известно, беда не приходит одна. И на смену землетрясения пришли наводнения. Вода в Верхнеудинске пребывала каждый год, как только сходил лед. Ведь уездный город стоит на слиянии двух рек. Из спокойного притока уда превращалась в бурный поток, сносящий на своем пути луга и сенокосы. Например, остров Богородский полностью уходил под воду. С угрожающей опасностью при разливе воды горожане боролись. Берега Уды укрепляли, как могли. Так, в 1817 году купцом Митрофаном Курбатовым с собственными трудами была устроена плотина для отвода стремительности воды. Кстати, чем торговец и заслужил благодарность жителей города. Сильные наводнения в городе случались довольно часто. На памяти жителей были 1830, 1854, 1864 года. Но, пожалуй, самый сильный потоп случился чуть позже, в 1936. Афанасий! Афанасий! В гостиный двор вода пришла, по пояс уже! У него самого в амбаре вода стоит. Ну, лодку хотя бы дай! По улице Большая, а сейчас это Ленина, до Музея природы, не ходили и даже не ездили, а плавали на лодках. В это время уездный город был похож на маленькую Венецию. Ширина реки напротив Верхнеудинска достигала более трех верст. Это примерно 3,5 километра. Летом 1936 года вода пребывала постоянно. Были затоплены все кузницы на набережной, а также поселки Поселье, Сотниково, Уточкино, Пать. В Тресково поток разрушил часовню и размыл старинное кладбище. Картина была жуткая. Поток воды унес почти все гробы. Еще одной бедой были лесные пожары. По воспоминаниям современников, каждое лето город стоял в дыму. Да так, что не видно было солнца. Но природных катастроф всеразрушающего пожара в истории Верхнеудинска больше не случалось. История вязания стара как мир. А история вязания в СССР еще и так запутана. Крытьком на спицах и даже на коклюшках. Это занятие в нашей стране приобрело массовый характер, пожалуй, лишь во второй половине прошлого века. Вязали все. От мала до велика. Для каждодневной носки использовали тонкую пряжу по цене 3,5 рубля. Если вязали по случаю, то прямая дорога к спекулянтам. Только у них можно было раздобыть японский махер. Вещички, связанные из этой тонкой нити, считались особым шиком. Современные трикотажные модели во многом уступают по сложности исполнения советскому тренду. Наши мамы и бабушки могли связать практически все. Свитер с высоким воротом, теплое пальто, платье от повседневных донорядов на особый случай, комбинезоны, юбки различных моделей и даже плиссе. Но особым признаком мастерства считалось умение воспроизводить сложные ирландские узоры. Косы, узелки, шишечки, а еще создавать модели в технике жаккардового полотна. Вязанные вещи того времени, несомненно, были отражением своей эпохи. Вот только секрет появления новой кофточки или платья никто не скрывал. А служившие пару сезонов вещи распускали и перевязывали снова. Сегодня многое изменилось. На подиумах царит минимализм. Теперь в авангарде не шишечки и узелки, а сложные оттенки и качественные нити. Но несмотря на старания трикотажных магнатов, у многих из нас есть хотя бы одна вещь, связанная на спицах. Уже 7 лет подряд, каждую вторую субботу июня, жители 350 городов выходят на улицы Европы в полном снаряжении и вяжут. Так самовязы всего мира отмечают свой праздник. Мы, конечно, не призываем у ламуденцев брать спицы в руки. Тем более, что в торговом доме Верхнеденск представлена новая летняя коллекция трикотажа от итальянской фабрики Глинтфилд. Хотя, кто знает, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Редактор субтитров А.Семкин